Вокруг нас очень много платежных терминалов, они вот заполонили улицы, не знаю, как в других городах, наверное, в меньшей степени, но в Москве, по крайней мере, у меня вот я выгляну из окна, так прямо 7 я вижу этих терминалов и владельцам терминалов удобно, конечно, и выгодно, наверное, преднимать деньги, поскольку всегда он получает определенный процент, комиссию от той суммы, которую вы внесли. И потребителям выгодно, удобно, потому что постоянно расширяется набор услуг сферы платежей, которые принимают и позволяют оплатить с помощью терминалов, скажем так, самых различных типов. Вот с точки зрения техники терминал это обычный компьютер, как правило, компьютер, который снабжен специальными еще дополнительными устройствами, это купюроприемник, это принтер, который печатает чек, ну и обычно еще сенсорный монитор, тачскрин, как его называют специалисты по компьютерной технике, который позволяет вот управлять этим терминалом и выбирать те или иные опции. Ну все системы, они, конечно, разница по степени, скажем так, сложности, есть совсем простые, которые позволяют вот сделать одну, две, три, четыре операции, но тенденция такова, что владельцы терминалов, они все более расширяют функции, они становятся многофункциональными, эти терминалы, и тренд такой вот устойчивый, это вот организация так называемых персональных кабинетов пользователя. Сам человек, клиент, который прелюбовал и который вот постоянно пользуется определенной системой, он уже имеет специальный пароль на вот такой персональный кабинет, ну то есть вот такое индивидуальное, скажем так, окружение, в котором он работает, он вводит этот пароль и попадает уже в привычную, адаптированную под него вот систему платежей. Он там может уже заранее обозначить свои типовые адреса и реквизиты платежей, может добавить какие-то еще функции, я думаю постепенно появится уже и элемент, так скажем, графического оформления, привычные, пока я еще у нас не видел, но почему нет, кому-то нравится там красный цвет, кому-то зеленый, кому-то там может быть куклы какие-то нарисовать, ну и так далее, вот предпочтения в этой части очень важны, но даже вот сделав, обозначив вот в своем этом персональном кабинете набор типовых функций, во-первых, клиент защищает себя от возможных ошибок, один раз аккуратно, тщательно, при дневном свете, возможно с помощью помощника, он аккуратненько заведет все необходимые реквизиты счетов, тех организаций, куда он осуществляет периодические платежи, а потом уже, подходя, скажем так, время от времени, он будет уже коротко выбирать просто из набора из девяти различных операций, которые он упирает, он просто будет набирать номер операции, а уже терминал, запомнив его первоначальный выбор, будет в строгом соответствии с его желаниями осуществлять платеж. Конечно, вот тут, когда вы работаете с этим терминалом, надо быть бдительным и аккуратно смотреть за окружением, чтобы те, кто находится рядом, они не видели ни ваших паролей, ни других, вот лучше не показывать реквизитов, потому что в некоторых системах используются, например, номера телефонов для, как идентифицирующий, скажем так, элемент. В общем, здесь, конечно, проявлять такую разумную осторожность. Но, повторюсь, что если небольшая сумма, вот я считаю, что ли 100, 200, максимум может быть 500 рублей, вот такой типичный, типичная транзакция, величина суммы, которая проходит через терминал, то и потери, в принципе, не так фатальны, не так страшны. Терминалами пользуются не банковские организации, вот платежная система, а банкомат – это прежде всего технологическое средство, стационарное средство и приемы, и выдачи денег, которые относятся к банку. Именно банки все работают с банкоматами, и банкомат, в отличие от терминала, для идентификации клиента использует так называемую банковскую платежную карту. Многие же видели, наверное, многих есть. В банкомат вы обязательно должны, в картридер, такое есть специальное устройство, вставить эту карту и затем ввести еще подтверждающий секретный пароль, пин-код, для того, чтобы банкомат определил, что именно вы и являетесь владельцем этой карты, аутентифицировал клиента. После этого, когда он разобрался, что вы и есть владелец этой карты, он дает вам набор сервисов, услуг, которые вы можете выполнить. Ну, больше, чаще всего люди, конечно, снимают наличность со своих счетов, банкомат выдает требуемую сумму, даже может выдать кредит, если условия счета позволяют. Хотя вот тенденция на рынке такова, что и банкоматы становятся в максимальной степени многофункциональными, то есть с тем, чтобы банкам тоже выгодно, раз человек уже, клиент банка, имеет возможность все свои потребности, желание удовлетворить, скажем, все задачи по платежам с помощью вот этого многофункционального банкомата. Пусть он будет дороже, чем обычный банкомат, но тогда не нужно будет строить или арендовать дорогостоящий офис, обучать персонал и так далее. Поэтому тенденция такова, что банкоматы позволяют и деньги принимать в оплату этих кредитов от клиентов. И сейчас принимают впаиваемые инвестиционные фонды. Собираются в ближайшее время некоторые банки и производители в том числе добавить традиционные такие компьютерные элементы к банкоматам, как USB-порты. Напомню, что с помощью этого порта вы можете на флешку или другой какой-то носитель скачать любой видеоконтент. Но, конечно, это будет опять-таки как магазин, компьютерный магазин. Не нужно будет теперь идти в интернет, может быть у вас интернета нет, но вам хочется купить диск, рингтон, ну цифровой контент, как мы его называем, пожалуйста, с помощью банкомата. Это вот только один пример. На самом деле вот этих возможностей, которые клиент может уже реализовать средствами современных многофункциональных банкоматов, и они в том числе появляются и в нашей стране, в Москве тем более, уже очень много. Конечно, часть операции, тем не менее, до сих пор будет обязательно требовать присутствия клиента похода в банк, потому что вот банк именно, он очень жестко регулируется нашими законодателями и всякий раз требуется для проведения, большинства операций в банке требуется вот это идентификация клиента, что это именно он и осуществляет эти ту или иную банковскую операцию, хотя и в этой части намечается пославление и вот есть предложение. Часть банковских операций, мелких как считает банки, ну с точки зрения банка не крупная операция, это операция меньше, чем, по сумме, чем 30 тысяч рублей, вот для банка это мелкая операция, и вот эти операции, есть такое предложение наших законодателей, будут проводиться без идентификации, а значит могут быть реализованы также вот с помощью этого многофункционального банкомата.